Добрый вечер! 23 года. Да, так уже лет 30, наверное, точно. Я думаю, что самый пик вашей популярности, вашей известности был во времена АБК. 96-й год. 96-й по 2000-е. 96-й по 2000-е. Это 4 года. И вот в одном из интервью вы сказали, что времена АБК для вас это королевская жизнь. Не скажешь, что королевская жизнь. Нет, я прям дословно, кстати. Да, дословно. В одном из интервью вы так и сказали, что когда вы пели в АБК, жизнь была похожа на королевскую жизнь. Ну, наверное, может быть, да. Было очень здорово. Мы были популярны. Все это проходит. Но вы не встречаете по тем временам, когда вы были мега популярны? Нет. Нет? Нет. Каждое время оно прекрасно. Каждое мгновение. Поэтому я не то что стараюсь радоваться тому, что есть здесь и сейчас. Я живу в этом режиме. Здесь и сейчас. Мне интересно, а какие у вас отношения остались после того, как АБК распалась с Кадыролей Булмановым, Медеором Баевым? Очень замечательные и хорошие человеческие отношения. Мы с ними периодически созваниваемся, встречаемся. Но не дружите. Нет, не работаем вместе, но дружим. Не работаем просто. А чья вообще была идея создать АБК? Ну, как-то так получилось к тому времени, что мы объединились втроем все вместе и Кадыролей смог взять вверх. У него очень здорово это получилось. У него начали продюсировать наш коллектив и, по-моему, все было хорошо. Но, тем не менее, через какое-то время вы сами вышли из этого состава. Да. Мне было уже сложно выступать под мини-диск. Мне не хотелось этого. Я хотел всегда брончать на гитаре, всегда играть в барабаны. То есть для меня это было важнее. Я, в первую очередь, музыкант. Но, тем не менее, 4 года вы же пели и под фонограмму тоже. Ну, было. Но когда были мои сольные выступления, я всегда пел живьем. И практикую это по сегодняшний день. А что мешало трем хорошим музыкантам петь вживую? Наверное, технические какие-то сложности были в этом. У нас очень было много концертов в тому времени. Для этого необходимо. Надо было приезжать за несколько часов, отстраивать оборудование. А, как правило, на это время не хватало. Мы с площадки летали на одну площадку. Потому что еще иногда даже были такие моменты, что просыпаешься, и ты не знаешь, в каком ты городе проснулся. Потому что все в голове так запутывалось. Ну, наверняка за это время вы заработали очень большой капитал. Сказать, что большой? Ну, что вы заработали во времена БК? Популярность. Популярность. Опыт. Дом, машину. У меня это было всегда. Сейчас я знаю, что у вас есть прекрасный дом с видом на горы. Я слежу за Инстаграмом вашей супруги, Анары, и вижу, что у вас прекрасный дом. Но в одном из интервью вы писали, что в свое время вы жили в однокомнатной квартире с родителями. В свое время я жил в Караганде, будем так говорить. А потом из Караганды я перевез родителей в Алма-Ату. Ну, естественно, в Алма-Ате, когда я приехал в Алма-Ату в 90-е годы, ну, у меня не было к тому времени жилья, ничего не было, такого не было. Поэтому, как и все, я снимал квартиру и жил, как и все. Сейчас я знаю, что у вас есть свой бизнес, ретро-клуб, да? То есть это ресторан или ночной клуб? Ну, он так и называется. Ресторан, ночной клуб. Ты правильно говоришь. То есть это ваш бизнес? Да. Ну, скорее всего, как бы отдушина, будем так говорить. Я делаю там, что хочу на сцене. Исполняю песни, те, которые мне нравятся. Ну, и зарабатываете параллельно. Естественно. Ресторан отнимает ваше время, да? То есть вы выступаете либо в ресторане, либо выступаете где-то на каком-нибудь корпоративе, да? То есть вот как часто вас приглашают выступить на корпоративе, на юбилеи, на свадьбе? Бывает. Бывает? В месяц сколько раз? Ну, не скажу, что так это происходит довольно очень часто. Ну, два-три раза в месяц точно бывает. А какой гонорар у Ерлана Кукеева? Пять тысяч долларов. Это недорого? Думаю, что нет. Потому что я все свое ношу с собой. Во-первых, в первую очередь, это оборудование. Это звуковое оборудование. Во-вторых, я всегда выступаю только живьем. С оркестром, со своими музыкантами. Я знаю, что группа Олота у вашего коллеги Ходореля Булманова стоит, по-моему, где-то 10 тысяч долларов. Вот мне всегда интересно, откуда берутся цифры, да, эти? Как артисты решают, сколько он стоит? Ну, рынок свободный, наверное, от того, что по его загруженности, если... Наверное, я так думаю. То есть, чем больше популярность, тем выше ставки? Наверное, так. Ну, вот вы сейчас чувствуете, что вы так же популярны, как раньше? По-своему, да. Но это другая популярность. Какая? Ну, немножко другая. То есть, не сказать, что вот из каждой форточки звучит моя песня. Такого сейчас не укресу. Хотя песен предостаточно. Но хотелось бы. А вот как вот человека, которого узнают на улице, или человека, которого знают, то есть это я чувствую. Каждый день, каждое мгновение. Ну, хотелось бы, чтобы из каждой форточки звучала именно ваша музыка. Я сейчас немножко не гоняюсь вот за такими материальными вещами, что вот хотелось так... Ну, как карта ляжет, как будет, так и будет. Значит, так надо. Вы стали каким-то спокойным. Да. А с чем это связано? Я никуда не спешу. По жизни. Но раньше вы были другим. Ну, человеку свойственно меняться каждому. Каждый раз происходит некая трансформация с человеком. Наверное, я думаю, что со мной произошло то же самое. Я очень часто задавался вопросом, зачем я родился. Наверное, этот вопрос меня привел к этому ответу. К тому, что я никуда не спешу. И делаю то, что я хочу. Чтобы потом не жалеть о том, что вот я же мог это сделать. Почему я это не сделал? Поэтому я и спокоен. Как-то вы сказали про Махпалу Исабекову и Ваню Брюсову, что они хорошие ребята, но не цепляют, что у них нет харизмы. Вот неинтересно, на сегодняшний день, вы же следите за своими коллегами, да, по цеху. Кто цепляет? Ты знаешь, мне кажется, на сегодняшний день цепляет всех Кайрат Нуртас. А почему смеетесь? Потому что, где бы мы ни находились, все говорят про него. Кто-то хвалит, кто-то не хвалит. У меня по этому поводу есть свое понимание и свое видение. И что вы думаете? Не бывает плохой музыки, есть исполнение качественное и некачественное. А про него я могу сказать следующее. Он молодец. А вы попробуйте собрать дворец республики каждый месяц. У вас получится? Слаболий. А он смог это сделать. Значит, он нашел. Нашел какой-то ключик, и только за него приходится радоваться. Ну а то, что он выступает под фонограмму? Ну это его личное дело. Ну как хочет тот человек. Пусть... Я не спешу осуждать его. То есть это его личное дело. А когда осуждают вас, как вы реагируете? Спокойно. Теперь уже стал спокойно. Ну я бы не сказала, что вы спокойно реагируете. Потому что ситуация с Кайратом Тунтековым, которая произошла зимой... Вот после этого момента я уже стал спокойно относиться к этому. Я не был готов. Объясню. Я никогда не участвовал раньше вот каких-то в соцсетях с кем-то что-то переписываться. И получилось так, что дочкам... Мне отдала свой айфон. Супруга загрузила мне вот эту программу. Я начал читать. И буквально неделю у меня вот был... Хотя про твиттер рассказала ты мне год назад. И ты мне еще что-то объясняла. А я технически немножко как-то не очень быстро схватываю вот эти вещи. И неделю у меня был в руках вот этот твиттер. Я когда начал читать, я вник в это. И очень быстро получилось так, что я попал в какую-то вот передрягу из-за этого. То есть я защитил парня и получилось так, что я еще и виноватым остался. Я включился в эту войну, включился в эту игру. А потом, видимо, вот именно эта история с Кайратом Татековым научила меня относиться более мягко ко всему. То есть это человек, к примеру, скажем, тот, кто написал какую-то пакость. Ну это его личное дело. Пусть он остается с этой информацией сам. Ну вот, кстати, ситуация с Кайратом Татековым, когда вы предложили провести благотворительный концерт. Стоп. В первую очередь, в первую очередь, я наставил на том, чтобы не обижали парня. Это человек, который защищал нашу страну. Человек, который ездил на международный конкурс, представлял нашу республику. Он исполнял песни. Так меня больше всего возмущало то, насколько народ был злой, и начали его троллить, писать о том, что это его место на нарах, он должен петь теперь шансон, да так, мол, и так. Ребят, не надо так, мы во всем разберемся. Если он виноват, он по закону ответит. Никто его не собирался не отмазывать, никто не собирался его вытаскивать. Меня возмущало то, насколько очень резко на него такой шквал негатива пошел, и поэтому я был возмущен в первую очередь из-за этого. А потом уже мы созвонились дальше с Айкыном, еще с ребятами, и говорят, давайте мы проведем концерт. Хорошо, давайте. Можно это сделать у вас? Можно. Потому что оборудование нужно брать в аренду, это, я говорю, пожалуйста. Очень часто происходит там концерт, я говорю, я с удовольствием, пожалуйста. И поэтому оно так вот вышло. Но многие тогда вас обвинили в том, что вы через эту ситуацию занимаетесь пиаром собственного ресторана. Это их право. Если они хотят так думать, пусть они так думают. То есть меня уже этим не возьмешь. Парень, который из Атерао, который создал плакат, да, и где вас, можно сказать, оскорбили, да? Я знаю, что вы очень серьезно к этому отнеслись и даже собирались подать в суд. Понимаешь, Динар, я воспитывался в Караганде, и у нас во дворе было так. Если, например, сказать, наших бьют, мы идем все вместе. Если тебе что-то не нравится, приди, скажи это в лицо, в лоб, как есть на самом деле. То есть я не люблю тех людей, которые пытаются делать что-то из-под тяжка. Приди мне, скажи. Тогда будет все понятно. Что касается этой истории, да, мы намереваемся подать на него в суд. А для чего? Потому что со всеми троллями-то не разобраться. Нет, дело следующее. То есть мне от него ничего не нужно. Я хотел этим самым показать, что любого человека можно найти, где бы он ни находился, любой адрес можно найти. Если кто-то занимается такими вещами, пишет неприятные вещи, оскорбляет или вообще там... Это же интернет, Ирлан. Ну и что? То есть вы не любите, когда про вас говорят плохо? Не люблю, когда говорят неправду. Вообще не люблю людей, тех, которые врут. Это меня больше всего раздражает. В жизни вообще. И детям я своим никогда не верите. Лучше скажите правду, как она есть. Мне тогда легко живется. Вас легко можно вывести из себя? Сейчас нет. Раньше да. Раньше это когда? Ну, был период, одно время, когда я занимался там духовными практиками, то есть меня вообще ничем не возьмешь. То есть было очень много таких ситуаций, когда можно было бы там взорваться там. То есть я это очень спокойно, как в Акидо, мимо себя пропускал. А до этого периода, естественно, меня можно было зацепить, обязательно где-то нужно было подраться с кем-то, что-то такое. Но я, на самом деле, такой миролюбивый человек. Но когда идет несправедливость и когда тебя оскорбляет, естественно, я молчать не буду. Кстати, что касается духовных практик, я знаю, что вы занимались йогой и были вегетарианцем. Был. Семь лет. Семь лет. А что изменилось, почему вы снова едите мясо? Ну, физическая форма, в которой я воплотился здесь, на Земле, она необходима была, требовала именно костная структура ткани, требовала именно при кушании мяса. Но у меня начало рассыпаться, будем так говорить. Но тем не менее, семь лет вы жили и были вегетарианцем. Да, да, да. Там совершенно другое понятие, другие взгляды. Там космос. Там очень тонкая связь с космосом идет. А почему вы пришли к этому тогда? Наверное, надо было. Человек, наверное, на Земле родился не случайно для каких-то вещей, для того, чтобы получить какую-то практику земную. Наверное, это тоже был мой опыт. Как-то вы признались, вот если дословно, что раньше вы могли забить косячок, дунуть и на сцену выйти, сыграть регги? То есть это было такое откровение, да? В одном из ваших интервью? Было. Было. То есть вы этого не скрываете? Не скрываю. Ну, это же такая смелость, не каждый артист может в этом признаться. Ну, я сейчас не пытаюсь про кого-то говорить. Каждый отвечает сам за себя. Ну, кто-то хочет, кто-то не хочет. Ну, да я такой. Ну, было время. Было время. Вы с этим уже больше не живете? Не живу. Ну, это тоже был какой-то опыт, был какой-то путь. Почему бы и нет? Поэтому для художника, музыканта это нормально. То есть вы считаете, что это нормально? Да. Ну, завтра у вас растут три замечательные девочки. Они пойдут по вашим стопам в шоу-бизнес? Они не хотят, по-моему. Не хотят, да? Или вы не хотите? Нет, я своим детям предоставляю возможность реализовываться здесь, быть самостоятельными. И моя задача, в первую очередь, как родителя, способствовать и помочь им в праве их выбора, нежели им что-то там насильное, специально там, что пытаться из них делать кого-то. Нет, они свободные личности, они свободные души, и поэтому, как они хотят развиваться, они должны развиваться сами. Ну, вот искренне вы бы пожелали им карьеры музыканта, зная все это изнутри? Ну, если они захотят быть, я не имею права им воспрепятствовать. Нет, ну, искренне вот ваше именно желание, мне интересно. Ну, почему бы и нет? Потому что мне кажется, что женщинам все-таки в казахстанском шоу-бизнесе как-то сложнее, чем мужчинам. Ну, опять-таки, мне кажется, слишком громко сказано «шоу-бизнес». Ну, тем не менее, он же есть. Ну, да. Если брать во внимание, что недостаточно у нас концертных залов, и наши артисты, как правило, выступают всего лишь только на свадьбах и на корпоративных мероприятиях. То есть о каком шоу-бизнесе можно говорить вообще? То есть у нас нет шоу-бизнеса? А как его называть правильно? Ну, его просто в народе называют «той бизнес», с этим не поспоришь. Ну, всех это, по-моему, устраивает. Ну, а что сделаешь? Ну, к примеру, скажем, мы собрались сделать где-то концерт в каком-то городе. Давайте будем считать экономическую сторону по деньгам. То есть это уже получается невыгодно. Привезти туда коллектив, привезти оборудование. У нас и концертных залов раз-два-три. В Астане, кстати, не раз-два-три. Ну, вообще, я говорю в целом про все города Казахстана. То есть не так много, которые могли бы соответствовать нормам и стандарту для того, чтобы давать там правильные концерты. То есть это воспитание, это культура. Совершенно другая история. А мне кажется, что артистам просто так легче. Приехал на свадьбу, спел максимум 4-5 песен. Я не спешу говорить за других. Я говорю сам за себя. Я так не работаю. Я возьму инструмент, я приеду заранее, за 5-6 часов отстрою аппаратуру. То есть подготавливаюсь. Для меня это все очень серьезно. Потом, каждое выступление, оно не похоже. То есть, когда ты поешь в один день, у тебя такое настроение. В другой день, у тебя другое совсем настроение. То есть каждый раз по-разному. Мне это интересно. Но если бы вы были министром культуры, что бы вы изменили? Чтобы вот той бизнес перестал быть той бизнесом, а стал бы шоу-бизнесом. Что я вам сделал плохого? Я не хочу быть министром культуры. Ну, как человеку, который 20 лет работает в этой среде. То есть неужели душа не болит? Нет, знаете, что бы я в первую очередь изменил, конечно. Есть понимание, что любое государство и любую страну в первую очередь воспринимают по их культуре. И необходимо культуру развивать именно в этом направлении. Должны быть правильные идеологические песни. Любовь к родине, воспитание детей. То есть в этом должна культура именно отражать именно это понимание. Воспитание нравственности и духовности всей страны, всех людей, будем так говорить. Это очень важно. Песня Ербулата Кудайбергенова «Мен Казахпин» – это идеологическая песня? Идеологическая песня. То есть таких песен может быть больше? Я не говорю о патриотизме именно в лобовую, то, что он сделает. Это тоже хорошо, то, что ты говоришь. А в целом, вот, к примеру, скажем, уважение старших – это очень важно. Или, к примеру, скажем, петь про природу – это тоже очень хорошо. Про любовь мальчик с девочкой к родителям. То есть это клантайк огромный. Если бы, к примеру, скажем, исполняли бы песни, которые бы… Ведь за одной песней даже можно поменять мышление всего народа, будем так говорить. Но ведь не секрет, что сейчас эстрада – это only business для всех, по сути. Только бизнес. То есть никто не рассматривает… Вот это и становится страшно, что туда пытаются залезть ради каких-то вещей, вот, истинных музыкантов. Они есть, и, как правило, многие из них не у дел. И многие находятся не на своем месте, будем так говорить. Появились деньги, я тогда еще говорил, 10 лет. Вот появились деньги, а пусть у меня ребенок поет. О, точно. Поехали, на студию записали. Они не думают о том, что они воспитывают целое поколение. То есть, глядя по телевизору, когда ты видишь суррогат там непонятный, он же на самом деле петь не умеет. Не задумывается о том, что это идет целый пласт… Это ваше лицо, когда приезжают гости из других, к примеру, скажем, странных видов. Это ваша эстрада. И становится немножко иногда от этого и страшно. Из-за этого, говорят, да, вы все такие, вы все такие, всех под одну гребенку. А истинные музыканты – это кто на сегодняшний день? По вашему мнению? Их очень много. Кто? Назовите. Батархан Шукенов, например. Это потрясающий музыкант. Это бесспорно. Бесспорно. Да. А еще? Була Цыздыков, например. Роза Рымбаева, Нагима Искалиева. Те, кто могут 6 секунд на раз-два-три взять микрофон и с оркестром спеть. С ансамблем. Вот я считаю так, что тот, кто в творчестве, тот, кто может это делать. А про кого вы сейчас говорили, что есть музыканты истинные, но сейчас не удел? Не то, что не удел. Ну, к примеру, скажем, я сейчас тебе начну называть их имена, ты их не знаешь. Есть профессионалы, которые потрясающе играют, потрясающе поют. Но в силу того, что от каких-то жизненных обстоятельств их не знает никто. Таких очень много. В разных городах очень потрясающие есть музыканты. Атраусские музыканты. Просто супер. В Караганде есть хорошие музыканты. Ну, во всех регионах. У меня друзья есть. Во всех городах Казахстана есть барабанщики, клавишники, гитаристы, с которыми мы, вернее, друзья. С которыми мы общаемся и которые вот такие классные ребята. Но сейчас не время инструменталистов, мне кажется, сейчас время певцов. Наверное, так. Вот это я боюсь этого слова страшного. Они даже не певцы, они проекты. От этого становится страшно.